Всем привет, друзья! С вами Джон Кармилицин, вы на канале JoyCenters и это уже что? Это уже 65 выпуск CG новостей с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Вы устраиваетесь поудобнее, я расскажу, что у нас сегодня в этом выпуске. Octane Render 2021.1, Marvelous Designer 11, After Effects 22.0, Light Tracer Render 2.0 и iClone 8. Обязательно гляньте выпуск по блендеру с нашей интерактивной комнатой, в которой вы можете поучаствовать. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца, где я расскажу о том, что мы там делаем. Reallusion анонсировала iClone 8. По мнению разрабов, это очень инновационное обновление. Они постарались внести как можно больше нововведений для наиболее плавного конвейера. В новой системе Motion Director впервые представлены элементы игрового процесса для управления персонажами, а именно триггеры движения и поддержка динамических камер для настройки сцены в реальном времени. Внедрили автоматическое перетекание одних движений в другие и за счет нового наложения можно плавно смешивать самые разные клипы в более естественную последовательность переходов, типа без резких скачков. Появилось автоматическое удлинение зацикленной анимации и это весьма удобная фича. Добавили новую систему Human IK и Control Rig для изменения поз. Помимо этого обновили внешний вид панели управления ригом, убрали пробелы в совместимости с FBX файлами, что значительно устраняет платформенные барьеры между программами. Еще для большей атмосферности улучшили рендеринг Volumetric Light, появились киношные линзы освещения, внесли улучшения по реализму в стеклянные поверхности и переработали технику Motion Blur, но еще как всегда повысили производительность. Подробнее по ссылочке в описании я отмечу, что iClone 8 и Character Creator 4 могут подключаться к платформе Nvidia Omniverse. В рамках конференции Adobe Max прошло множество анонсов. Быстро пройдемся по самым интересным. Первое это обновление After Effects до версии 22.0. В этой сборке появилась возможность многокадрового рендеринга. Автор якобы автоматически регулирует использование ресурсов, чтобы максимально быстро рендерить композиции. Также был ускорен предварительный просмотр сцены и все это за счет оптимизированного использования всей мощи CPU. Тут уже конечно зависит от комплектации вашего компа и количества ядер процессора. А еще самая гениальная идея Adobe и информация для тех у кого есть мобильное приложение Creative Cloud и в особенности смарт-часы. По завершению рендеринга вы можете получать уведомления прямо на телефон. Вот это действительно круто, избавляет от необходимости постоянно торчать дома перед монитором. Ну правда закачки вам все равно не дадут этого сделать. Помимо этого обновили панель рендеринга. Теперь в ней содержится информация о том, как авторы используют систему и сколько времени еще осталось. В системе слоев появилось отображение производительности отдельных элементов. Это кстати пригодится в сложных проектах. Берите это на заметку. Чего-то Adobe в этот раз прям бомбит. Неужели у них появилась функция рендеринга в фоновом режиме? То есть пока ты остановился и твой мозг в режиме ожидания, автор сам выполнит загрузку предпросмотра. Что в разы ускоряет воспроизведение и промотку композиции. Но самое главное надеюсь они оптимизировали остальные инструменты, которые были добавлены до этого. Иначе на моем компе эта программа уже точно не запустится. Все подробности по ссылочке в описании друзья мои. Помимо этого изменения коснулись фотошопа и иллюстратора. Разрабы запустили браузерные версии настольных программ. Только не обольщайтесь. До полного выпуска еще рано. Сейчас лишь бета-версия. Подписчики Creative Cloud смогут вносить небольшие изменения в файлы фотошоп и иллюстратор прямо в браузере. То есть отправляешь пригласительную ссылку напарнику или заказчику и в режиме реального времени можешь просматривать и комментировать файлы. Только есть один минус. Настольная версия все равно должна быть установлена и у того, кто делится проектом. Обновления работают в браузерах Chrome и Edge. Чтобы начать работать, необходимо обновить программу фотошопа до последних версий. А вот для тестирования иллюстратора необходимо подать заявку в закрытую бета-группу. Ссылочки в описании. Торопитесь. Еще Adobe выпустили Character Animator 22.0. В обновление внедрили боди-трекер, созданный на базе Adobe Sensei. Он автоматически обнаруживает движение человеческого тела с помощью камеры, причем даже вебки. И впоследствии применяет их к персонажу в режиме реального времени. То есть вы можете автоматически отслеживать свои руки, туловище и ноги. А еще Head Turner теперь именуется как Head & Body Turner. Улучшение позволяет переключаться между различными видами персонажа. Система при этом сама определяет расстояние, на которое нужно повернуть голову или тело. Ссылочка в описании. Наши друзья из Light Engine недавно выпустили обновление Light Tracer Render 2.0, в котором масса новых плюшек. В сборке разработали новое управление траекторией каустики, что заменяет традиционный Path Tracing с долгим просчетом. Это улучшение значительно скажется на рендеринге автомобильной промышленности, архитектуры и дизайне ювелирных изделий. Новый режим не требует настройки каких-либо параметров. Достаточно просто нажать на кнопку и все заработает. Помимо этого внедрили Transparent Shadow, что улучшит прохождение света через стеклянные или прозрачные объекты, а точнее даже устранит некоторые артефакты. Наряду с этим добавлена поддержка профилей AS, готовых к использованию при рендеринге. Кроме этого, теперь доступен новый Shadow Catcher, который фиксирует глянцевые отражения сцены, что позволяет использовать любой фон, ну либо сделать его вовсе прозрачным. А это уже облегчает перенос рендера на слайды презентации или сайт. И это еще не все. Очень много новых фич по ссылочке в описании. Обновление бесплатное для всех пользователей, которые приобрели подписки или бессрочные лицензии на предыдущие версии. Состоялся релиз Marvelous Designer 11. Напомним, что программа используется для моделирования и симуляции тканей 3D одежды. В последней сборке переработали интерфейс. Теперь можно настраивать рабочее пространство и набор инструментов в соответствии со своими предпочтениями. Кроме этого, часто используемые инструменты могут быть извлечены из меню и размещены по всему экрану. Не знаю, конечно, удобно это или нет. Ну, раз сделали такую фишку, значит был спрос. В Retopology появились Host Points или иначе призрачные точки. Они необходимы для привязки более новой топологии к ранее созданной. Это облегчит правильное выравнивание всех швов одежды. Помимо этого, внедрили инструмент Partial Solidify. Это что-то типа кисти, которая заморозит выделенную часть на момент симуляции. Пригодится в создании стилизованных складок, например, вот таких, как на этих штанах. Ну и это еще не все. Подробная информация по изменениям по ссылочке в описании. А то и представила стабильную сборку Octane Render 2021.1. В одном из прошлых выпусков мы уже говорили об изменениях, но это было очень давно, так что немного напомним. Выпуск идет на основе кода без поддержки macOS. Почему обделили яблоко? Да, потому что по сообщению разрабов систему было очень сложно поддерживать. Поэтому разработан отдельный Octane X, который идет чисто для маков. В обновлении нереальное количество нововведений. В джоометрии улучшена поддержка аппаратной трассировки лучей RTX, включая ускоренный Motion Blur на Ampere GPU. По сообщению разрабов, производительность размытия стала в полтора раза быстрее. Улучшили рендеринг Volumes. Включили поддержку Volumetric Light Linkin, что позволяет указывать, какие источники света будут рассеиваться внутри Volume. Появился новый Clipping Material, который выполняет логические операции в реальном времени. Добавили поддержку настраиваемых AOV, а также Global Texture AOV. Расширили модель HairBSDF для настройки волос и меха. Включили гораздо более широкую гамму цветов RGB. Так что теперь Octane генерирует более гладкие, такие более реалистичные спектры без двигов оттенка. Помимо этого, допилили поддержку USD формата. Добавлена поддержка Volumes в Cryptomate AOV. Проработали анизотропный материал. И вот на экране результат улучшений. Думаю, тут даже комментировать не стоит. А еще внесли изменения в Scatter On Surface. Добавили туда новые виды распределения. И кроме всего этого, рассеяние теперь поддерживает для примитивов волос и частиц. И еще больше, как всегда, по ссылочке в описании. Ловите крутую программку Mental Canvas для создания 3D рисунков. Работает на планшетах Windows и iPad. Разработчики довольно активные ребятки. В основном приложения используются для создания раскадровок и аниматиков в 3D. Отличная программа для тех, кто хочет в мобильном режиме быстренько сделать качественные наброски. Повторюсь, что штрихи выполняются в трехмерном пространстве. Так что вы спокойно сможете прогуляться по вашему изначально 2D рисунку. И если захотели потестить, то у них есть пробная версия на ограниченное время. Вы знаете, что в описании. И еще один из наших любимых подписчиков поделился интересным сайтом, где можно профессионально монтажировать видосики с помощью машинного обучения. То есть все прямо в браузере. Среди функционала доступны наложения масок, кротоскопинг, добавление VFX, цветокоррекции, композитинг и это еще не все. Помимо всего прочего, есть полезная функция автоматического удаления элементов. А еще система умеет работать с картами глубины. Ну и что немаловажно, редактировать видосик можно совместно с командой. Для использования необходимо будет зарегаться на сайте. Ссылка в описании есть как халявная версия, так несколько вариантов подписок. Осторожно, впереди спойлеры. Немного отвлечемся от тяжелых новостей. Посмотрим брейкдаун сериала «Игра в кальмара». Обычно мы не выкладываем подобные разбивки, но тут не могли просто пройти мимо. Ролик выпустил Хёнрок Ким, CG Supervisor Squid Game. Уже все обсудили качество полигонов и визуала в целом. Обязательно напишите, что вы думаете об этом, очень интересно почитать. По графике, конечно, были какие-то определенные моменты, но вот все в целостности выглядит, мне кажется, достаточно хорошо. Спасибо, друзья, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, залетайте к нам в Telegram для того, чтобы закинуть свою работу арт и также закинуть свою модельку, которую я поставлю к себе на стол в следующем выпуске, где я расскажу, с чего начать вообще работать в этом гребаном 3D пространстве. Для новичков будет очень полезная информация, а для бывалых очень классный визуал, над которым я буду стараться улучшать, улучшать и улучшать. Заметил, что появляются уже супер классные работы даже у тех ребят, кто месяц назад лепил кубики и сфера. Я очень-очень сильно горжусь вами, чуваки, не вздумайте останавливаться. Пока прет, надо делать. Искусство штука очень коварная. Ну и что, как всегда, не прощаюсь с вами, дорогие друзья.